Я криминальный журналист. В моих архивах исключительной важности дела. Большинство из них под грифом «секретно». О них вы не узнаете из газет или журналов, как и о тех людях, кто разоблачал жуткие злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. Новыми ритмами живет Ереван. Город с миллионным населением. Миллион человек. У каждого свои большие и маленькие радости и заботы. 77-й год. Государственный банк армянской СССР. К денежному хранилищу подходит группа инкассаторов с охраной. Долго открывают тяжелый запор. Отключают сигнализацию. И, наконец-то, попадают внутрь. И тут же вся группа застывает, как громом пораженная. Огромные стопки свежеотпечатанных банкнот исчезли. Пропало полтора миллиона советских рублей. Телефонные линии мгновенно раскалились. Были подняты на ноги все. Милиция, прокуратура, руководство республики. Через час о невероятном ЧП доложили в Кремль. Это было самое громкое ограбление за всю историю советской криминалистики. Виртуозным мастерством воров позже восхищались даже сами сыщики. И именно они помогут мне сегодня рассказать эту потрясающую авантюрную историю. Историю ограбления века. Евгений Поташов. В 77-м министр МВД Армении. Бывший муровец. Профессионал своего дела. Именно его направляли в районы с самой сложной криминальной обстановкой. Эдуард Аствацатарям. Опытнейший следователь. Профессионал с уникальной интуицией. Человек, о котором говорят на всякого великого вора, всегда найдется свой великий сыщик. 77-й год. Советские люди впервые увидели в программе «Время» цветную картину Земли. Ее получили с борта орбитальной станции «Салют-6». А в это время в Нью-Йорке после внезапного отключения электричества воцаряется хаос и начинаются грабежи. Собственно, солнце и яркость из 24-часа текущей. В СССР банки никто не грабит. И все они уже много лет получают свою зарплату в банки трудовых сбережений и кредитования населения СССР. Никто не знал, уже летом в стране развитого социализма случится ограбление века. Вой сирен заставил ереванские автомобили прижаться к обочине. По улицам чался спецкортеж. Сам министр МВД Армении спешил на место ограбления. Я находился на отдыхе в Гаграх, и меня вызвали оттуда вдруг неожиданно. Генсек Брежнев лично звонил Поташову, требовал поймать, уничтожить на месте. И никак не мог прийти в себя. Как в Советском Союзе могло случиться такое крупное ограбление? Я на моей своей памяти, сколько я работал, я не помню таких случаев. Грабитель похитил не всю наличность. Старые потертые стопки десяток пренебрежительно бросил на винном месте. Зато унес полтора миллиона рублей в новеньких сотенных купюрах. По советским меркам, бешеные деньги. Сейчас сложно представить, что такое полтора миллиона по тем временам. Попробую объяснить. В 77-м шикарная дача в элитном переделке настроила 30 тысяч рублей. Приличная кооперативная двушка в кирпичном доме – 8 тысяч. Сам Брежнев получал 2 тысячи рублей в месяц. За доллар официально давали 74 копейки. На месте преступления вовсю трудились оперативники. Способ ограбления поверг их в шок. В бетонном потолке денежного хранилища зияла дыра. Эти фотографии до сих пор под грифом «Секретно». Вы видите? Вот он, разломанный потолок. Таинственный грабитель спустился сверху по веревке. Узель. Узель были сделаны. Морские узели. На 4-5 узлов. И оно так умно все это сделано. Это Эдуард Аствацатарян. Именно ему, как самому опытному ереванскому сыщику, поручили расследование. Действительно умно. Двери окна хранилища на сигнализации. Не было ее только на потолке. Все уже тогда понимали. Это дело будет самым громким в СССР. В Советском Союзе нельзя грабить банк. Можно там ограбление банка сделать в Лондоне, где угодно. Во всех фильмах только и грабят банки. А вот в Советском Союзе до того это поставлено, что банк поэтому воры не грабит. Это в Америке орудовали дерзкие грабители Бонни и Клайд. В Советской стране никто на подобное не решался. Кому нужна расстрельная статья? Я должен сознаться. Один единственный человек, которому удалось ограбить государственный банк, все же был. Но там ситуация особая. Удачливым налетчиком стал Иосиф Сталин. Этот факт в биографии вождя народов долго скрывался. Знаменитый кровавый налет в Тифлисе. Еще в 1907-м Джугашвили с сообщниками взяли четверть миллиона рублей. Сумму по тем временам фантастическую. На нынешние деньги где-то 250 миллионов. Тогда при нападении погибло несколько десятков человек. Но с тех пор неприступные госбанки стали для преступников стопроцентным табу. Здесь ведь не наглость нужна, а гениальный ум. Таких выдающихся авантюристов в СССР никогда не было. Во всяком случае, до 1977-го года. Профессионал, а может даже вор, так сказать, от бога. Наверное, такие тоже были. Загадочное ограбление поставило в тупик даже Аства Цатаряна. Слишком уж все невероятно. Ну просто не человек, а дьявол какой-то. Высота этой хранилищи, например, 5 метров, наверное. Такой высот, если маленький кусочек бетона упадет на пол, он большой шум подымет среди нашей течени. И сразу милиционеры подымутся. Как же удалось грабителю без шума продолбить массивный бетонный потолок? И каким образом он вообще проник в тщательно охраняемое здание банка? К сожалению, напрашивался только один вывод. У нас сразу возникло подозрение, а не участвовала ли милиция, а не способствовали совершению этого преступления. Скандал в Кремле. Министр на крыше. И завхоз на дерево. Вся правда об ограблении века. Вскоре перед Аствоцитаряном уже сидели два банковских милиционера. Те самые, что дежурили в момент ограбления. Оба выглядели испуганными. Они все были под подозрением и под влиянием страха. Они стали себя очень странно вести. Охранники то клялись, что патрулировали этажи, но ничего не видели и не слышали, то сознавались, всю ночь проспали. Следователь внимательно слушал их путанные показания. И, наконец, решил, необходим следственный эксперимент. Для этого обоих милиционеров доставили на третий этаж. Прямо к отверстию в бетонном полу. Следователь решил проверить, способны ли подозреваемые охранники протиснуться в дыру. Но эксперимент с треском провалился. Каждый из мужчин пыхтя смог просунуть в отверстие только одну ногу. И было видно, охранники не симулируют. Пролом в полу оказался слишком узким для них. Там всего на всего отверстие было 34 сантиметра. Но кто же тогда смог ограбить банк через столь крохотную дыру? Ребенок? Карлик? Или циркач? Уже через неделю «Голос Америки» сообщил всему миру сенсационную новость. В СССР стряслось ограбление века. Гениальный преступник взял Госбанк и скрылся. Партийное руководство страны было в бешенстве. Брежнев потребовал на ковер министра внутренних дел Щелокова. Почему весь мир восхищается героем-грабителем, а не нашей доблестной милицией? Расследование не прекращалось ни днем, ни ночью. Мы должны были докладывать результаты ЦК Армении, прокуратуру Союза, а там дальше уже они пошли по верху. Аства Цатарян разделил всех подчиненных на несколько групп. Каждая отрабатывала свою версию. Одни проверяли рабочих, которые делали ремонт на третьем этаже, а значит, хорошо изучили строение стены пола. Само отверстие проходило между двумя бетонными балками. Значит, люди знали, что они могут натолкнуться на бетонную балку, которую просверли довольно трудно. Другие придирчиво изучали всех сотрудников банка, начиная от директора, заканчивая уборщицами. Аства Цатарян был уверен, кто-то в банке в сговоре с грабителем. В банке было 161 человек работало. Там все были под подозрением. А вот этого человека мы нашли с огромным трудом. Он не дает никому интервью и сделал исключение только для нашей программы. Завен Багдасарян в 77-м работал в Госбанке Армении. Хамыши, ну, с этой стороны, недалеко отсюда вот. Нет, окон не было там. Это сейф-комната была там. Тогда каждый сотрудник банка панически боялся попасть в разряд подозреваемых. Меня тоже раз несколько там допрашивали там. И так, что за мной следили, я не замечал там. Тем не менее, этот человек сыграл в громком деле свою зловещую роль. Но об этом чуть позже. Криминалисты миллиметр за миллиметром осматривали захламленную комнату на третьем этаже. Ту самую, откуда грабитель проник в хранилище. Во не один день он туда входил, три дня он входил и выходил оттуда. Три ночи подряд. Преступник не оставил ни одного отпечатка пальцев. Криминалисты чуть не плакали. Предусмотрительный вор явно работал в перчатках. И для подстраховки еще и протер все поверхности, которых касался. И вдруг удача. Свежий, незатертый отпечаток пальца. Лампочка. Предмет, без которого не обойтись, ни в одном помещении. Лампочка Ильича в народе, как правило, называли обычную лампочку без плафона. Ту, что свисала с потолка на проводе. Отец рассказывал мне, во время войны из них делали елочные игрушки. А самыми крутыми считались те, где вместо нитей накаливания красовались портреты Сталина и Ленина. Ну и, конечно, в каждой советской семье была синяя лечебная лампа. Мне, например, родители грели ею простуженное ухо, а чаще нос. Вообще, я был уверен, что лампа волшебная. Ведь после нее все хвори как рукой снимало. Именно на лампочке Ильича на третьем этаже были обнаружены отпечатки пальцев. Стал бы просто потому, что надо скопировать всех работников банка, рабочих, которые там работают. Вскоре эксперты дали свое заключение. Отпечатки пальцев принадлежали завхозу банка Гаврилу. Мы завхоза задержали. Посадили в КПЗ. Начали с ним работать. Он давал очень странные объяснения нам. Путался в этих объяснениях и так далее. Гаврилов твердил. Он ни в чем не виноват. В комнату на третьем этаже зашел случайно. Просто увидел, что дверь приоткрыта. И сразу разглядел на полу среди строительного мусора красивый детский зонтик. Он винтил эту лампочку вечером в понедельник, для того, чтобы лучше рассмотреть вот это. Поэтому его пальцевые отпечатки остались там. Недолго думая, вороватый завхоз быстро спрятал яркую вещицу под одежду. Но тут же заметил, под зонтиком в полу зияет дыра. И она ведет в хранилище с миллионами. Он говорит, я чуть с ума не сошел. Он сразу догадался. Грабитель проник в комнату через раскрытое окно. А забыл закрыть окно именно он. Завхоз. Трусливый Гаврилов решил никому ничего не говорить. И сбежал, прихватив с собой важную улику. Зонтик. Аствоцитаряна осенило. Вот он. Ключ к главной загадке ограбления. Вот почему охранники не слышали шума падающих кусков бетона. Они валились прямиком в зонт. Зонт повесил на эту арматуру. Потом раскрыл. Сначала просунул через это отверстие, потом раскрыл. Оставалось лишь проверить, действительно ли грабитель проник внутрь через окно. Это казалось абсолютно невозможным. Между крышей соседнего дома и окном более трех метров. Жилое здание было с детства. Его уже снесли с той стороны. Над крышей этого жилого здания находились окны банка. Такой опасный трюк вряд ли под силу даже тренированному спортсмену. Плюс ко всему преступник тащил с собой огромный груз. Туда тяжеленные инструменты, обратно рюкзак с награбленным. По подсчетам полтора миллиона рублей весили 32 килограмма. Неужели возможно совершить головокружительный прыжок и не разбиться? Надо было с грузом перебраться с крыши соседнего дома в окно, то есть вот так косо, крайнее окно третьего этажа банка. Да еще ночью в кромешной тьме, то есть полностью повторить рискованный для жизни путь грабителя. Но спортсмены, приглашенные для эксперимента, оценив опасность прыжка, отказались. Что делать? И тут случилось неожиданное. Прыгать с крыши в окно решил сам министр МВД Армении. Да не один, а с начальником главного управления уголовного розыска МВД СССР. Крестный отец. Интеллигент в шляпе. И захват по Брежневу. Уголовный розыск по следу грабителей века. В ту ночь у здания Государственного банка Армении появились странные люди. Они растянули у стены огромный кусок брезента. И задрав головы, стали смотреть вверх. Там, на крыше жилого дома, стояли двое мужчин. С тяжелыми рюкзаками. Один из них – министр МВД Армении Поташов. Второй – с не менее громкими регалиями. Начальник уголовного розыска МВД СССР Корпец. Игорь Иванович Корпец. Профессор и одновременно глава уголовного розыска бывшего Советского Союза. Интеллигентный человек и в то же время жесткий профессионал. Оперативники Корпеца занимались тайнами высшего эшелона страны. Главный сыщик никогда не отсиживался по кабинетам. Он всегда был там, где трудно. Решение 56-летнего Корпеца прыгать с крыши было шокирующим для всех. А он просто решил поддержать своего друга министра МВД Армении. Пошутил. Вдвоем не рухнем. Кто-то да взлетит. Мы в одной из ночей вместе с Корпецом тоже попробовали. Мужчины по очереди разбежались и прыгнули. Один из экспериментаторов неловко упал внутрь раскрытого окна. А второй повис на подоконнике. Он изо всей силы цеплялся пальцами за скользкое железо. Тяжелый рюкзак за плечами тянул вниз. Державшие брезенцыщики невольно ухнули. И потом точно так же обратно. Безо всякой подстраховки. Прошли. Ночью ничего. Это сейчас Евгений Гургенович скромничает. А в 77-м, по словам коллег, обоих начальников потом качали на руках. За смелость и за то, что доказали, прыгун-грабитель пришел именно через крышу. И такую бесстрашную дерзость мог продемонстрировать только вор экстракласса. А значит, пора обращаться за помощью к крестному отцу армянской мафии. Через агентурную сеть следователь Аства Цитарян обратился к легендарному Рафу Сво. В моих списках легендарных воров в законе этот человек на особом месте. Рафаэль Багдасарян, он же Раф Сво. 34 года своей жизни провел за решеткой. Лучший друг Вячеслава Иванькова, япончика. Рафа Сво хорошо знали в Антерполе. Десятилетие имя этого человека наводило ужас на представителей преступного мира Советского Союза. И, насколько я знаю, его слово весило миллион. И было законом. Ровно в час ночи на пустырь с разных сторон въехали две машины. Медленно поравнялись. В черных стеклах отразилась зловещая луна. Они оказались напротив друг друга. Раф Сво и следователь Аства Цитарян. Крестный отец армянской мафии был не один. В машине главного босса воровского мира сидели и другие воры в законе. И они, знаете, что сказали мне? Они говорят, зря не ищите среди нас. Ищите там, где действительно ни разу не было совершено криминала. Словам Рафа Сво приходилось верить. Оказывается, он давно наблюдал за работой следователя Аства Цитаряна. И уважал его. И как профессионала, и как человека. Но если даже крестный отец не знает дерзкого грабителя банка, значит, тот действительно возник из ниоткуда и исчез в никуда. Так кто же он такой? Призрак? И где он рыщет по просторам СССР? Я сам родился и рос в СССР. И хорошо помню, как поголовно все знакомые нашей семьи любили копить заработанные деньги. Поскольку был всеобщий дефицит, то сбережения вкладывали в товар. Почему-то самыми ценными считались хрусталь и ковры. Ковры некоторые хранили дома, даже не разворачивая. А хрусталь у наших соседей лежал, например, в коробках. Но самые умные, такие как моя бабушка, хранили деньги в серенькой книжке под названием «Сберегательная». Правда, самая высокая ставка по вкладам была всего 3%. Но бабушка искренне верила. Это очень удобно и безопасно. 78-й год. Москва. В тот день муровцев срочно вызвали в сберкассу на Ленинградском проспекте. Там случилось странное ЧП. В кассу обратился гражданин с огромным свертком. Внутри оказались деньги. Новенькие купюры на огромную сумму в 30 тысяч рублей. Серия АИ. Сразу подождите минутку, она обращалась к заведующему отделения этого банка. Милучше позвонили. Мужчина явно нервничал и сразу почувствовал неладное. Он не стал ждать ни секунды и бросился вон из сберкассы. Сверток с деньгами остался у бдительной кассирш. Куртку описал, волос, форма волос, цвет волос, рост, глаза. Фоторобот разослали по всем отделениям милиции. Но уже было ясно, преступника спугнули. Он наверняка попытается скрыться из Москвы. Армянские и московские сыщики срочно разработали план захвата. Докладывали первым лицам государства, даже Брежнева докладывали. Брежнев приказал закрыть всю Москву, аэропорты, вокзалы, проверять всех до единого. Но грабители века взять во что бы то ни стало. События развивались стремительно. Через несколько дней после того, как на всех улицах Москвы появились объявления о розыске опасного преступника, в милицию позвонила женщина. Она позвонила и сказала, что у меня живут армяне, у которых есть деньги. Вот и все. Уже через час во дворе обычной московской пятиэтажки появились оперативники. Квартиру окружили со всех сторон. Позвонили в дверь. Открыл ничего не подозревавший молодой мужчина. С очень странной прической. Моя мама просто так в советскую парикмахерскую никогда не ходила. Как она говорила, иначе придется убегать огородами. На голове сделают кошмар. А вот ее подруги нашли оригинальный выход. Парики. Их в СССР привозили спекулянты. Цена была не маленькой, но искусственная прическа того стоила. Женщина с утра надевала парик, и весь день выглядела потрясающе. Кроме того, зимой можно было ходить без шапки. Прическа легко стиралась и сушилась. Обычно на трехлитровой банке. Мужчины в СССР подобного баловства себе не позволяли. Считали, лучше ходить лысыми, чем в парике. Но мужчина, открывший дверь оперативником, был в женском парике. Он явно куда-то собирался и старательно маскировал внешность. Но внутрь ворвалась группа захвата. На кухне собирал чемоданы еще один мужчина. Обоих мгновенно скрутили. Произведение обыск нашли еще там немного денег, а потом ушли, эту машину нашли. И там в колесе было вмонтировано 800 тысяч рублей. Уже вскоре задержанные были доставлены в Мур. Братья Калачаны, Николай и Феликс. Сыщики были уверены, перед ними опаснейшие профессиональные грабители. Возможно, международного масштаба. Но каково же было их удивление, когда выяснилось, один работал мусорщиком, другой дворником. Как мы уже говорили, найти Завена Багдасаряна было серьезной проблемой. Не потому, что он живет далеко, а потому, что Завен не хочет вспоминать о собственном криминальном прошлом. Ведь именно он подсказал Николаю идею ограбления. Нарисовал план этажей и стены, где стоит сигнализация. Мы вместе все придумали. Это не один день, это где-то месяц 4-5. Но все же главное в истории о самом громком ограблении в СССР вовсе не наводчик. А нищие и талантливые братья Калачаны, которые голыми руками провернули фантастическую криминальную операцию. Ограбили госбанк, который нельзя ограбить. И каждый из них имел свою особенную причину стать преступником века. Двоюродные братья Феликс и Николай с детства были полными противоположностями. Феликс – добрый, открытый мальчик. Занимался спортом и хорошо учился в школе. Николай – хитрый, чистолюбивый и очень жадный. Коля не любил трудиться, не любил учиться. Он с четвертого класса убежал к цыганам, дружил с ними. Как ни странно, именно Коля с детских лет имел удивительное, просто магическое влияние на наивного Феликса. Он говорил, мы все были под гнозом. Зато у Николая была потрясающая харизма. Красивый и эффектный, он легко кружил голову женщин. Одна возлюбленная в Ереване, Корене. Очень милая, очень порядочная, а может даже где-то по большому счету чистая женщина. Другая в Москве, Людмила. Я действительно его полюбила. И я не могла поверить, что это он. Просто не могла поверить, что мой любимый человек – вор. Каждая из женщин искренне верила. Именно с ней красавец Николай будет жить долго и счастливо. Но у криминального таланта были совсем другие планы. Он задумал ограбить банк. И уже разработал все детали, чтобы сразу взять куш, которого хватит на сладкую жизнь миллионера. Для безумного плана ему требовалась только одна деталь – исполнитель, рабочие и послушные руки. Николай цинично выбрал на эту роль младшего брата. Он был очень хорошим человеком, добрым, отзывчивым. И мы любили друг друга. Это Маруш, жена Феликса. Скромная, замученная уборщица в школе. Для Феликса она всегда была самой красивой. Он обожал жену и маленькую дочку. И страшно стыдился, что не может сделать их счастливыми. Родственники помогали. Жили мы очень бедно. Еле-еле концы с концами сводили. Феликс работал дворником. Зарплата крохотная. Денег на фрукты, витамины, поездки на море катастрофически не хватало. Поэтому, когда крохот дочка тяжело болела, бедняга бессильно плакал на кухне. Тайком от жены. Он ненавидел свою нищету и самого себя. В этот момент и появился Николай. С предложением заработать огромные деньги. Феликс согласился, почти не раздумывая. Ему дали задание, вот тут долбить надо. Он долбил. И деньги взял, потому что ему было так велено. Это фотографии следственного эксперимента. Посмотреть на человека легенду, просочившегося сквозь дыру в 34 сантиметра, сбежалось множество любопытных. И как он это сделал? Он показал одной рукой вниз, одной рукой вверх. И это дало ему возможность сузить ширину плеч. Он пролез через этот подтверждение. Феликс действительно обладал потрясающими физическими данными. Он мог стать знаменитым спортсменом, а стал знаменитым преступником. И немногие знают, как ночью в банке рвалось на части его сердца. От стыда и страха. Услышал шаги. Он очень испугался. Он взял один из инструментов и спрятался за дверью. Он думал, если кто-нибудь зайдет, он никогда в жизни не убивал. Гуттаперчевый дворник и помилование через казнь. Чем закончилось самое громкое преступление советской эпохи? Николай придумал гениальное ограбление с прыжками с крыши, дырой в полу и зонтиком. А гениально исполнил опаснейшую, грандиозную авантюру простодушный Феликс. Наивный бедняк надеялся вытащить семью из нищеты. Но разрушил жизнь и себе, и самым дорогим людям. Отца вообще не помню. Только в памяти остались железные ворота тюрьмы. Но про него все время слышала много хорошее. Он любил нас, очень любил. Судебный процесс над грабителями века был очень громким. Братья молчали. Но у них нашлось множество сочувствующих. И даже поклонников. Ведь они уже стали легендами. Своего рода героями. Уж больно симпатичны были эти преступники, которые остаются преступниками. Никуда не денешься, но они и люди. И очень талантливо работали. Сознайтесь честно. У большинства грабителей банков даже не ассоциируются с закоренелыми злодеями. Это скорее авантюристы и смельчаки. Они рискнули сделать то, о чем мечтают многие. Ограбить банк и отправиться со знойными красотками и мешком денег в Мексику. Так вели себя герои кино. И их обаянию поддавались многие. Даже главы государства. Насколько я знаю, Брежнев был большим поклонником западных боевиков и вестернов. Но слабость свою скрывал. И расслаблялся только на закрытых просмотрах на государственной даче. Может, именно поэтому Леонид Ильич так живо интересовался ходом расследования уникального ограбления. Но проявить официальное снисхождение к грабителям Госбанка советский суд не мог. Чтобы было неповадно всем остальным. Братья Калачаны были приговорены к высшей мере наказания. Судья тоже как бы согласился и сказал Феликсу, что ему тоже очень жаль, что такой приговор по этой статье. Но он ничего не может с этим сделать. Но самое удивительное, что на этом история ограбления века не закончилась. Судьбой талантливых братьев озаботился писатель Зорий Балаян. Он был уверен, приговор несправедливый. Ведь братья никого не убили. Нельзя их расстрелять. По 27 лет. У Феликса малютка, дочка. А Николай не женатый. Балаян добрался даже до председателя президиума Верховного Совета Армении. И добился своего. Верховный суд удовлетворил прошение о помиловании. Праздник в Советской Армении незабываемой страницей навсегда войдет в золотую летопись торжества ленинской национальной политики нашей партии. Вот только тут судьба внезапно отвернулась от братьев. Подвело знаменитое отечественное бездорожье. Автомобиль со срочным пакетом застрял в размытой колее. Короче, опоздали на 2-4 часа, будем так говорить. Их расстреляли. Говорят, перед смертью Феликс очень переживал, как будет жить его маленькая дочь без папы. Она выросла и почему-то до сих пор верит, что отца все же помиловали. И когда-нибудь он вернется к ней и маме. Они до сих пор ждут. Единственное, что я мечтаю, хоть один раз видеть. Хотя у меня надежды нету. Хоть один раз своего отца увидеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова